я купил ульфанс никокадо и провел анализ личности вот самый не какада авокадо который уже давно и давненько смотрел тоже на мистери форс интересненько 2 месяца назад мистери форс узнал репутации полтора года назад я выпустил ролик о никокадо авокадо да да смотрели ролик стал популярным а я вроде бы все про него сказал но с тех пор многое изменилось или наоборот не изменилось совсем еще давно если быть точным четыре года назад когда не какада делал реакцию на видео где пьют и по идеал реакцию на не какада авокадо сказал такую вещь сериал то есть тот на 14 минут который правильно это же реал ты считаешь позже буду после этого он сказал такую вещь еще и вообще он еще несколько раз проговаривал это обещание своих роликах но вот весной 22 года уже после моего ролика не какада исполняется тридцатник и что же происходит в этот день я знаю что вам интересно буду томить быть в реку плаща водички попью бум не какада выпускает видео с названием я никогда не брошу набирать вес иронично в общем давайте сегодня попробуем порассуждать неожиданно проживет какие проблемы у него возникли с тех пор как я сделал ролик и сколько он зарабатывает а самое главное на чем как я говорил уже в прошлом ролике у не какада в голове имеется огромное противоречие с одной стороны очевидный вред для здоровья о котором я сам говорил множество раз другой стороны он зарабатывает огромное состояние он ведет он ли панс который как он говорит занимает 0,14 процентов топе он ли панс и продает еще и мерч сможет ли он все это делать если перестанет быть толстым возможно но тут придется подключать уже совсем иной вид поведения всего если он похудеет люди будут им восхищаться да но как долго он будет оставаться популярным я хочу сказать что ну похудеет повосхищаются но дальнейшего развития никак это скорее всего для себя не видит и я его ну а что продолжать жиреть ему он может конечно сделать так сказать историю успеха образно то есть может еще ниже опуститься своем ожирении да и говорит вообще это он еще не очень жирный в принципе для учитывая сша так скажем он может еще пожиреть но он может взять себя так сказать в руки и начать худеть начать меняться там и как личности как делом своим то есть вот типу историю спе история успеха ну что люди конечно любят истории падений но история успеха тоже это нравится не меньше честны прекрасно понимаю потому что я сейчас представляю себя на его месте и вот что дальше делать когда у тебя прекрасно работает определенная так скажем бизнес модель очень тяжело от нее отказаться и рискнуть влиться в другую сейчас больше не аудитории никакого это хейтеры которые просто наблюдает за чего удивительно человека людям нравится скандала людям нравится смеяться надо неполноценными не будем тут долго углубляться в психологии но до смеясь над кем-то неполноценном люди чувствуют себя лучше на фоне таких интернет вот персонажей у нас даже есть недавний пример иван зола который побил все рекорды в русском сегменте твича и никакая да причем известен с иван зола чуть не пойму говоря он такой особенный это тик токи же снимал вроде да то не так сниму не слышал чтобы он был трэш стримером каким-нибудь как этот ой блин вылетел из головы который позитив добро который к толяну приходил еще постоянно сергей симонов во он же вроде как раз симонов опустился на дно и многим нравится на это смотреть я это не одобряю честно говоря прекрасно понимает что большинство его зрителей его ненавидят потому с каждым годом он все больше на этом паразитирует тут конечно не к еще и повезло в формате роликов людям ведь также нравится смотреть на то как едят другие губа если он перестанет есть то что ему снимать можно было бы конечно поснимать процесс похудения но а таки что потом потом скорее всего он потеряет огромную часть аудитории аудитории которая пришла к нему за едой вряд ли кто-то будет спорить с тем что мукбанги уникакада получаются знатные стать таким же талантливым креатором в другой сфере будет явной проблемой как красиво получается что из-за неуверенности и отсутствия навыков мужик тупо портит свое здоровье не но он может принципе он может он сколько денег вообще зарабатывать интересно много если зарабатывает может наверное поменьше чем естественно это как который на твиче в бассейнах там всякие недавно диабло играла просто пырку расставить ноги аббарант он может же вкладывать деньги в бизнес разные дела там просто вкладывать получать проценты с этого потом они гроби себе жизнь дальше ну я уверен что если бы он знал чем еще заняться в желании давай бросил бы это не доводите себя вот до такого состояния учитесь с молоду поверьте любые знания полученную трудом они пригодятся вам в жизни и кстати на курсе java разработчика отката академии а подводка блок интеграшки ясно вам только и нужно будет что ваш труд ведь оплата помог только джава на 3 и пройти всего лишь вступить быть это у никакого кайда же больше информации будет по ссылочке в описании до в 2016 году никак это загружал видео на свой канал почти каждый день тогда еще мог банги не были столь популярными но когда жанр стал взлетать жанр прихватил собой никак а ты и меншин before we started recording this about multiple 8 каналов переканал 5 никакая достал топить своих зрителей а сам стал тонуть в собственных каналах на сегодняшний день у него их не меньше семи честно мне лень было подсчитывать точную цифру но продуктивности этого парня явно можно позавидовать 1 впечатляет до 7 каналов которые он поддерживает постоянно это да это сила пока постепенно жанр становился все менее интересным для зрителей многие мог бангеры есть не бросает то как минимум сбавляют темпы и уже выкладывать все не так часто как прежде никак ада тоже сбавил темпы стало заметно что он утратил ту страсть к мукбангом что было у него прежде в его видео все меньше креативности а в нем самом король шут на слушание 4 любых песни понятно хорошая группа до король и шут все меньше энергии он часто выглядит уставшим и это вряд ли обычное выгорание то есть было бы это так может проблемы со здоровьем очень сменит от реки своего контента но он сам признавался в интервью что с каждым новым килограммом его жизнь становится все хуже и хуже логично вообще в интервью он довольно искренне как мне показалось ну то есть говорить все как есть тут он говорит что высшая планка для него это 300 фунтов вообще в этом а почему у него стиральная машинка в комнате о перфиг блю плакатику это уважение это культовая аниме да они я не относительно недавно посмотрел идеальную грусть и прям зашло хорошо давай арсен у него коммуналка чуть не пойму в этой комнате у мистери форс а у нее здесь машинка стоит одежда висит это в кабинете у него рано но прикольно интересно что у него за освещение вот это вот так вот торги он довольно искренне как мне показалось ну то есть говорить все как есть тут он говорит что высшая планка для него это 300 фунтов то есть переводе на наше православное 136 килограмм не какая-то сказал что дальше 300 фунтов не пойдет что 400 это уже слишком но как вы думаете реально ли у него там в голове обрыв перед дорогой в 400 наверно добавить такой иронии спрашивать короче вот и вот тот самый ролик который он выложил на свое тридцатилетие вот это пазиана хотя с учетом того что сид наши я себя так не запускал от свое время я помню одним летом купили короче этот фритюр ницу такую недорогую и частенько притюрили всякая курочку там картошку гриле близ какая она вкусная картошку free они гриль были какая она вкусная получилась конечно свежие где-нибудь маки или быка вкуснее из-за этого соли ну блин и хорошо что вернулся сцен и я поднабрал прям скажу то есть когда я шел по лестнице у меня так пузо жировой цунами шло прямо но я сто шестьдесят восемь не набирал это конечно нужно постараться что так себе запустить сейчас 23 год то есть ему через месяц исполняется 31 я уверен эта цифра подбирается к той которую он так боялся был даже момент когда зрители и правда подумали что он бросил через два месяца после его дня рождения на канале не выходили ролики дольше 30 дней однако 5 августа он вернулся ладно я знаю вам не терпится уже узнать что он там выкладывают на он ли фанте своем и вы наверно хотите чтобы я даже показал вам это но она есть там не нюдцы пожалуйста не хочу видеть таких нюдцев а блин вода закончилась короче это максимум что я могу сделать во первых не как это говорит что он засудит того кто выложит это все в публичный доступ во вторых там полный и только по секрету но на пусть я выложу свой реакцию с минимальной цензурой ссылочка будет в описании но к чему я об этом а есть не как это действительно входит в ноль целых четырнадцать сотых по сайту то судя по подсчетам специалистов он зарабатывает с него около 50 тысяч долларов в месяц а в одном видео он сказал чтобы его футболок я идентифицирую себя как худой да у него есть такие футболки перевалили за 16000 это больше 500 тысяч долларов и это только одна футболка у него так то есть еще вещи поэтому если брать все его youtube каналы продажи со сторонних сайтов и так далее и тому подобное можно смело говорить что миллион долларов за год он получает минимум понимаете даже без учета налогов это охуенные деньги слушайте а в чем проблема вкладывать как я говорил или вкладывай в бизнес просто а то тебе еще надо хватит себя съедать буквально и начиная потихоньку идти начиная историю успеха то есть выстрелил на ю тубе даже вот есть схема и пол худым начал снимать мог банги выстрелил в этой сфере начал зарабатывать начал начать тебя начались проблемы с головой пищевым поведением ты все жирел жирел потом в какой-то момент взял себя в руки и история успеха пошла вот это же идеально это тоже многие любят это тоже продаваемая тема что у философов древней греции не было таких деревьев как уникакада в жизни с одной стороны миллионы долларов которые дадут тебе жить до смерти не думая о деньгах или второй вариант прожить вместо старости потому что при первом варианте я уверен что смерть деньгами будет явно не в 70 определенно дай бог не в 40 никак а ты умрет его весом 168 килограмм и который еще увеличивается скорее всего как мне кажется он хочет выжить из всей этой истории максимум я думаю что он и правда верил что к 30 годам хайп возможно пройдет и можно будет как бы сворачиваться но заработок на своем здоровье не утихает но в отличие от здоровья помните я сказал что не какада паразитирует на ненависти к его персоне не знаю случайно это получилось или нет я про безумие которая стала появляться на роликах но с каждым выпуском обожрунец какада авокадо ночи любит покушать мягко говоря этого все больше поначалу многих это даже волновало но сейчас уже все привыкли к его выходкам понятно что негатив драма ненависть все это высоко оплачивается очень долго живет алды сейчас вспомнят сколько крутили дом 2 возможно не какая-то выкупе ваш не закрыли он еще снимается дом 2 вроде просто его при не перенесли за нова данной локации там это строили на ее месте решили построить и типа снесли а перенесли в другое место там 2 вроде дом 2 продолжается или совсем закрыли его это очень вовремя как он сам признавался в ролике который уже ударил а это все всего лишь один большой эксперимент ну да худеть ему надо вообще этот его монолог стала довольно популярным он тут говорит про то что он злодей который видит все насквозь о том как он рассчитывает все наперед и как люди годами будут поглощать его контента потому что они тупые а ты же мой толстый мистер зло репутация некого злодея неплохо прилипла к нико када и не только потому что он выглядит как дарт вейдер с диабетом но и подруга более весомым причинам есть например теория заговора что якобы он держал в плену девушку которую пытал пошло это после его очередного мукбанка с его бойфрендом они там как обычно набивали рот как вдруг на фоне услышали женский крик конечно мало вероятного беляж два начала легенда да и женский крик может он поставил этот женский крик да понятно что все было вот так вот как некоторые люди себе вообразили скорее всего просто с улицы где-то заорала там женщина или что еще возможно он сам ставил на мандарина реки ведь он на два шага впереди это стали обсуждать в соцсетях и уже даже писать об этом на новостных саде купить его это это все и вся еда ему нужна они к свою очередь дал обратную связь в своем инстаграме там он не сказал ничего отдельного но зато сказал на какой минуте в его ролике это происходит и наверное если вы не ютубер как я то вы можете не знать о такой фишки как расстановка рекламных пауз вручную и теперь когда вы знаете на другой то я думаю вы согласитесь что очень маловероятно что рекламная пауза была выставлена именно на этом моменте ролика ютубом автоматически так что да думаю это просто теория которую возможно не какая-то сам расфорсил и она просто не принесла ему никакого ущерба только больше денег но были и другие истории пару лет назад был скандал с известной блогершей которая пришла на коллаб к николасу а потом спустя несколько дней записала ролик под названием почему я боюсь никак а то где она миленькая его домогательства история давняя поэтому кратко у ника был когда-то конфликт с подругой степани су а тоже она блогерша вроде бы и он выпытывал вечно у той компромат на другую с которой у него была ссора она ему вежливо отказывала а он вежливо шантажировала ее сливом личных данных ролик степани собрал миллиона просмотров и это очень жестко пошатнуло репутацию ника это был первый серьезный удар а потом стали подключаться и люди из прошлого рассказывая что он манипулирует людьми уже очень очень давно многие думают что не какая-то обжорка что он не думает о здоровье и скоро помрет вообще на самом деле думает в интервью и в роликах он рассказывает о том что посещает диетолога покупают соковыжималки и питается вне камеры зелененькими продуктами целом по некоторым видосам можно понять что он очень хорошо раз да факт бум наверное скибери то или ты так он стала популярна убирается в продуктах в бжу и в целом вопросах физического благополучия но при этом у него на канале все больше роликов о проблемах со здоровьем все что я сказал я конечно хотел бы верить просто снимает что-то великое для нас великая документального кино которое было с расчетом на десять лет то есть чувак рискует жизнью чтобы удивить весь мир вскоре хотелось бы в это верить вряд ли второй вариант он просто реально дурачок который на два шага впереди только на два шага впереди в гроб на этом буду заканчивать надеюсь можно понравилось а если хотите контент погорячее то вряд ли на два шага впереди он просто думает что над вашей впереди типа просто зарабатывать деньги вот такие дела милости прошу на бусте много чего интересного и запретного для youtube да у меня тоже есть бусте а также у меня есть телеграм-канал я виду стримы все ссылки в описании до скорой встречи всем пока